Верую, во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. Благослови, Душа моя, Господа, И вся внутренняя моя, имя Святой Его. День добрый! Сегодня гость нашей программы Николай Петрович Бурляев, председатель Союза деятелей славянской культуры Золотой Витязь, народный артист России, режиссер, член Патриаршего совета по культуре. Добро пожаловать, Николай Петрович! Здравствуйте! И священник Омской этажской епархии, отец Олег Ганженко, добро пожаловать, батюшка! Здравствуйте! Николай Петрович, распоряжение губернатора Омской области о проведении 21-го международного кинофорума Золотой Витязь с 22-го по 31 мая этого года в Омской области. Международный кинофорум Золотой Витязь. Я так полагаю, что вы и сюда приехали как раз в рамках нашей выставки «Омская культура без границ», наверное, презентовать вот эту историю, которая здесь будет происходить. Так что вам слово, пожалуйста. Да, действительно, я приехал для того, чтобы представить 21-й международный кинофорум Золотой Витязь, который пройдет здесь, в Омске, с 22 по 31 мая. Это решение губернатора и наше решение Золотого Витязя провести именно здесь. Омскую область ждет, я думаю, чудо, чудо, которое ждет русская душа. А русские для меня все, кто понимает, что они дети России, что это их земля, что здесь они родились, здесь они лягут в землю, они дети русской культуры. Все мы, по сути, русские люди. И даже и друзья мои, это евреи мне рассказывали, это в Израиле, что когда они туда приезжают, они говорят, так это русские. Вот как-то вот эта одна шестая часть земли делает всех нас русскими людьми. И вот всех нас ждет, я думаю, чудо просветления, чудо, которого ожидает каждая душа человека, потому что каждая душа, по сути, Божья душа, как говорил Тертулиан, каждая душа по природе христианка, каждая душа. Но только вот потоки истинной энергии очень мало даются этой душе. Так вот Золотой Витязь придет с тем, чтобы дать, открыть эти каналы, чтобы люди приняли эти лучи, истинной энергии, Божьей энергии, потому что, так сказать, Создатель, а Он есть над всеми нами, что бы мы об этом бы ни думали, и атеисты есть у нас, которые говорят, что нету Бога. Мол, мы сами, ну как сами. Еще Державин говорил, но сам собой я быть не мог. Твое создание, я Создатель. Так вот, мы придем с тем, чтобы привезти сюда где-то около 20, пока 20 стран мира сделали заявки. Быть может, будет больше, потому что иногда к нам приезжает на наш кинофорум до 32 стран мира. Причем... Николай Петрович, учитывая то, чем занимается ваш форум Золотой Витязь, это все православные люди? Нет, самые разные люди. 32 страны, оно не могло быть, все православные. Их всего-то 15-16 православных. И Китай, и Япония приезжали, Австралия, Голландия, Перу, кого только не было, Израиль, Иран. Самые разные люди, но у нас наш девиз гласит за нравственные христианские идеалы, за возвышение души человека. Но когда мы вот так открыли двери, и к нам поехали вот все вот эти все народы, мне православные батюшки ко мне говорят, ну как же так? Мы же православные, мы славяне, а... Да почему же к нам все едут? Я им ответил тем, что говорил когда-то, я думаю, что один из самых мудрых умов России, Иван Александрович Ильин. Он так говорил о творчестве, что каждый художник в творчестве ищет совершенство. Он устремлен туда. И этот, и эта устремленность его приводит к престолу Господню. И потому все художники делают дело религиозное, независимо от того, что они сами об этом думают или какой конфессии принадлежат. Вот поэтому у нас так много стран мира. Потому что создатель один над всеми. Да, мы православные, но мы понимаем, что есть создатель. И он всех создал, тех, кто к нам едет. А они хотят прийти туда. Так почему бы им не попасть в эту гармоничную атмосферу христианства, православия, где любят всех, где никого не гонят. И вот это удивительно для наших оппонентов, которые стали... Кстати, батюшка, я был удивлен, прочитав однажды у наших оппонентов, то, что они вдруг говорят, что «Золотой Витязь» – это единственный кинофестиваль, имеющий идею, единственный в нашем отечестве. Сейчас, правда, есть еще ряд православных кинофестивалей, по нашему примеру появившиеся. Николай Петрович, а Вы не боитесь, что произойдет некая такая мода на православные фестивали, некая увлеченность, которая собой подменит саму суть? Да пусть она произойдет, только наше искусство должно быть очень высоким. Таким, какое оно было у православного режиссера Андрея Тарковского, на которого весь мир глядит, как на режиссера номер один. Вот при встрече со мною несколько крупнейших режиссеров мира, пред которыми преклоняется мир, мне говорили, узнав о том, что я играл в фильмах Андрея Тарковского, они мне говорили, Андрей Тарковский – это режиссер номер один. Это мне говорили Анджей Вайда, Кшиштоф Зануси, Тео Ангелополо спокойный, Берта Луччи, Эмир Кустурица. Мне говорил о том, что для того, чтобы понять, что такое режиссер, он тысячу раз говорит, я тысячу раз прогонял на монтажном экране Андрея Рублева и новеллу «Колокол», чтобы понять, что такое режиссер. Они все учились у православного режиссера Андрея Тарковского. Скажите, пожалуйста, а если бы, я понимаю, не бывает такое, а если бы да кабы, вот случилось так, как случилось, но возможен у человека вот такой прорыв в духовность без того, что он встретит на своем пути таких вот людей, высокодуховных и высоконравственных? А все ведь у Господа определено. Все оказывается. Видимо, было и определено то, что в 59-м году я попал в руки Андрея Кончаловского, и он мне открыл путь в этот киномир. Он меня передал другу Андрею Тарковскому. Тот увидел, что у него есть мальчик для Иванова детства, который ему приходилось переделывать за режиссера, запоровшего этот фильм, и стратившего почти все деньги. То есть там была полная катастрофа. И от этого я не знал. Я думал, что вот мы просто делаем фильм. А оказывается, что Андрей Арсеньевич Тарковский, он взялся за этот фильм, за гиблое дело, за ведомо гиблое. Ну невозможно там за три месяца сделать фильм на вот те деньги, которые остались. Потому что у него были гарантии другого рода, как пишет сам Андрей Тарковский. Четыре гаранта. Это для меня такое счастье, что так было. Это Коля Бурляев, первый там назван Андреем. Вадим Юсов, оператор. Композитор Овчинников, это Вячеслав. И художник Евгений Черняев. Вот он имел этих четверых в орбите общений, и он понял, что у него будет фильм. Вы знаете, это были совершенно не советские фильмы, что Андрей Рублев, что Иваново детство. Это были фильмы Господни. А Господь действовал и в, так сказать, годы атеизма. Ведь, понимаете, вроде атеизм и нельзя верить, а, извините, православный режиссер, Станиславский, пронесший веру сквозь всю жизнь и умерший под иконами. И ему это прощали. Ну, он, так сказать, ну, у него там икона, ну, ладно, он уже. Он из того мира. И наши певцы из Большого театра пели в хорах, в церкви. И появлялись Тарковский, христианин, Бондарчук, имеющий портбилет, делал христианские фильмы. Шукшин, имеющий портбилет, делал христианские фильмы. Довженко, партийный работник, делал христианские фильмы. Они несли этот огонь. А теперь нам его нести дальше. Вы знаете, вы сейчас вспомнили Сергея Федоровича Бондарчука. Я вспомнила, как у него в фильме «Война и мир» Кутузов перед сражением молится со всем воинством перед иконой Смоленской Богородицы. И я сразу вспоминаю Девятую роту. Перед кем молилась там Девятая рота? Как все перевернулось буквально за несколько десятилетий. Кто дает деньги на такие фильмы? А на какие фильмы? На христианские, на нравственные. Те, которые не рекламообразующие. Я знаю, что министр культуры Александр Авдеев, он говорит о том, что телевидение должно быть не рекламообразующим. Не реклама должна платить деньги, давать на телевидение. Сегодня очень многое зависит от того, кто дает средства на то, что снимать. А снимают с единственной целью вернуть свое. Я так уж утрирую. Правильно. Вы правду говорите. И я противник рынка в области искусства и культуры. Я просто это и не приемлю. Я из иного мира. Я это говорил и нашему министру Авдееву, и прошлому Швыдкову, который, как шоумен на коллегии Министерства культуры, говорил, что культуру надо подвинуть на панели. Он ее туда подвинул. Но вот я противник этого, чтобы культура жила на панели. Кто дает деньги? Дает государство. Дает очень мало, хотя сейчас вроде прибавили. Дали 5 миллиардов на кино. Создали новый фонд, руководитель Путин под его контролем. Но когда я поглядел, кому дали эти деньги, увидел, что эти 5 миллиардов по 250 миллионов раздали тем фирмам, которые уже показали себя на рынке. успешными, которые делали там «Дневной позор» и «Ночной позор», «Школу», «Аморальный фильм», вообще «Анти-народный фильм», показанный по Первому каналу, а теперь Первый канал внедряет очередную галиматью германики этой, понимаете. Вот кому отдали. И вот здесь большой перекос в сознании руководства государства. Кому вы даете деньги? Почему? Ну, потому что неправильная политика государственная в области культуры, вообще. Ее нет практически сейчас. Просто нет. Николай Петрович, у вас такой хороший механизм. У кого? У вас есть такая возможность. Вы состоите в Патриаршем Совете по культуре. И что? Патриарх Кирилл, ну, лицо довольно влиятельное. Хочется верить на умы наших руководителей. Но Патриарший Совет создан недавно. Мы собрались лишь два раза. И последний раз была очень важная тема. Именно о государственной стратегии в области культуры и образования. Где подчеркивалось именно это. То, что нету стратегии у государства в области культуры и образования. Что идет удивительная подмена и, так сказать, искажение всех потребных для души категорий. Ну, вы знаете, государство вот старается как может. С сентября 2012 года вступает в силу федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Не старается оно. Не старается. Понимаете? Потому что вот это было принято полтора года тому назад. А вступит только в сентябре этого года. А вот эти полтора года наши дети были не защищены. Их психика от всего этого безобразия. Причем поразительный факт. Вот ведь в мае месяце прошлого года на Красной площади в шатре были собраны около 250 деятелей всех видов искусства. Причем передовые деятели. Такие как Михалков, Федосеев, Шилов. То есть из всех областей. И мы приняли обращение к нашему руководству с требованием изменения государственной культурной политики с минуса на плюс, с негатива на позитив. Причем ничего нового мы не предлагали. В стратегии общественной, значит, национальной безопасности об этом говорилось задолго до того, как мы сейчас обратились. Что вот эта культура маргинальная, она понижает духовный уровень. И что, так сказать, надо оградить и психику детей, и крови ужасов, и насилия это не надо на, так сказать, экране. Вроде все принято там было. Более того, в 2005 году шесть руководителей центральных телеканалов приняли хартию тележурналистов. Где они тоже прописали это все. Что они против крови и насилия. Что надо оградить детей. Но это все прописав, они не написали механизмы воплощения этой хартии и санкции за нарушение положения этой хартии. И продолжается растление народа. Продолжается погружение его во тьму. Вы знаете, Николай Петрович, мне все-таки хочется верить в то, что не все так плохо. Потому что я вижу на улицах самых разных людей. Я вижу людей с самыми разными запросами. И не все эти запросы и потребности лежат в какой-то очень низкой плоскости. Кого мы ждем в мае сюда? Вы сказали, кто обычно приезжает, что очень много людей. Кто приедет в Омск? Ну, сейчас трудно ответить однозначно, кто именно приедет. Но мы отправили приглашение многим популярнейшим людям нашего кино. Я также пригласил сюда и Никита Сергеевича Михалкова, потому что он участвует, его фильм «Цитадель», участвует в конкурсе телефильмов. И я пригласил его, чтобы он принял участие 30 мая в конференции, на которую приедут сюда очень много и секретарей Союза, кинематографистов, имена актеров. Я вам не называю умышленно, потому что если я буду перечислять, к кому мы обратились, и вдруг они не приедут, будет очень жалко. Но поверьте, что я сюда приглашаю самых популярных деятелей нашего кино. Те, кто еще не продал душу дьяволу и рынку, и те, кто еще думает о России и о ее будущем. Николай Петрович, а какого зрителя вы думаете увидеть? Я так думаю, что вы все-таки надеетесь, что молодежи будет много, потому что иначе для чего все это? Я всегда говорил, что кино должно быть для всех. Вот фильм «Военный полевой роман» он для всех, понимаете? Для молодых, для старых, для академиков, для крестьян, для всех. Вот такие надо делать фильмы. И мы и отбираем такие фильмы, на которые вы можете приводить ваших детей, не опасаясь за их душу ранимую. Мы привезем сюда около 150 фильмов из 20, там где-то 5 стран мира. Снятых в разное время? Нет. В последние два года мы привозим только новые фильмы. Игровые, документальные, полнометражные, документальные, короткометражные, анимационные, студенческие и фильмы для детей. С этим самое трудное, потому что Шевыдкой уничтожил детский кинематограф полностью. Выжиг киностудию детских фильмов имени Горького. И последние годы трудно набрать наши отечественные фильмы для детей. И мы даем премии и фильмам немецким, американским. А наших нет фильмов. Это место занято. Так что вот ждет очень большая, красивая программа. Вы перед началом записи программы говорили про Андрея Тарковского и сказали, что вы его осколок, и вы тут сидите. Поскольку программа выйдет в эфир в эти дни двух замечательных праздников, больших, великих, Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, Вербного Воскресенья, а у Андрея Тарковского день рождения 4 апреля. Возможно, вы что-то хотите сказать о нем? Да, конечно, потому что мы подошли к тому летоисчислению, когда мы отмечаем 80 лет Андрею Тарковскому. 80 лет, Боже мой! Андрей Арсеньевич – это божий человек. Все его фильмы, все христианские фильмы. Причем вот сейчас я делаю книгу для Московской Патриархии, издательство об Андрея Арсеньевича, и я поставил задачу сделать книгу, в которой будет представлена духовная, религиозная часть и жизни, и творчества Андрея Арсеньевича. И сейчас я, погрузившись еще раз в жизнь любимого мной Андрея, а он для меня Андрей, простите, я буду сейчас так именно говорить, потому что мы были близки, я сейчас увидел поразительную вещь, что он пел песню души в каждом фильме. У него практически, вот все его семь фильмов – это все один фильм. И в каждом фильме одна тема – жертвоприношение. Последний фильм так и озаглавлен – жертвоприношение. Первый фильм – Иваново детство, где я играл. Жертвоприношение героям его, Ивана, жертвует жизнью. Андрей Рублев, и он, и Бориска, литейщик колоколов – жертвоприношение. Потому что Бориска, мой герой, он знает, что его распнут за то, что колокол не зазвонит, потому что он обманул князя, говоря, что ему известна тайна колокольного литья, а ему не было известно. Отец ему это не передал, но он пошел по наитию, по промыслу Божию на этот подвиг. И сделал это, и колокол зазвонил. И дальше в Солярисе и Крис, и Харри жертвуют, жертвуя собою. Каждый фильм – зеркало, герой – тоже жертвует за грехи свои пред всеми близкими собою. Точно так же. И солдаты, переходящие через Тосеваж озеро, идущие по грязи, понимающие, что никто не придет из этой битвы, жертвуют собою во имя Родины. И военрук там жертвует, прижимая гранату к себе. Эту лимонку, как вы помните, да? Николай Петрович, а насколько вот все это сегодня близко и понятно современному молодому человеку? Можно ли сквозь вот эту вот безумную толщу, которая существует, знаете, может ли фильм, как молитва, пробить эти толщи? Да только молитва и может пробить толщи и туда, к Создателю, который ждет от нас молитвы. Ему это нужно, чтобы нас еще поддерживать здесь жизнь, потому что он уже думает, оканчивается. Насколько эти образы вне времени, на ваш взгляд? Они все вне времени, нам еще дорастать до каждого фильма Тарковского. И, быть может, это последний режиссер в мире, который нам давал искусство кино, а не вот этот доходный промысел, на который сейчас нас ориентируют в нашей стране тоже. На доходный промысел. Делайте деньги, господа. Николай Петрович, вы в свое время, в начале 2000-х, говорили о своем 20-серийном документальном проекте «Святая Русь в судьбах ее подвижников». Судьба этого проекта? Никакая. Было мне предложено телеканалом «Россия» сделать такой проект, чтобы было сотни фильмов о православии, о наших подвижников, от Ольги, от святой до наших дней. Предложили. Я увлекся, пригласил 20 лучших режиссеров православного кино. Без договора они мне сделали заявки на их фильмы. Я предложил это каналу, и канал ответил, что нет денег. И это все рухнуло. Весь этот проект. Ну, я думаю, что ничего. Это просто... Это окончательно рухнуло или как? Ну, вы знаете, потом я видел на том же канале, что что-то делалось. И даже российский канал, он сделал потрясающую серию «Планета православия». Кстати, я там делал один из фильмов о Сербии и Болгарии. Рассказывал о православии в Сербии и Болгарии. И там же были показаны православные фильмы о православии в Америке, Китае, Японии. Где только нет, оказывается, православия. Это целая планета православия. Мы просто в такие дни говорим, в канун Страстной Седмицы, когда, помните, Господь молился в Гефсиманском саду. Как человек, он говорил, Господи, доминует меня чаша сия, но как Божий Дух в нем смирялся, да будет воля Твоя, а не моя. Вы, как творческий человек, пережили вот этот момент? Вы уже полностью, вот, Господи, будет воля Твоя, а не моя. Я пережил этот момент, Господи, да будет воля Твоя, а не моя. И если будет у меня сад, да Гефсиманский мой, где мне придется подумать о том, что мне делать с этой плотью бренной, жертвовать ли ею ради Господа, значит, тоже придется. Они напрямую идут, что вас вот возьмут на кресте, распнут. У человека всегда существует выбор, когда человек приходит к вере, ну вот, когда он становится верующим, наверное, человеком, когда он действительно понимает, что на все воля Божия. Слава Богу, у меня лично в жизни пришло это время. Я понял, что есть Создатель, что Он меня видит, и вас видит, и отца Олега сейчас видит, и то, что мы хотим Ему послужить. Так нужно послужить. Я почему говорю одиночество, потому что... Одиночество нет, есть Господь. Какое одиночество? Да, ваш собственный выбор. Вы понимаете, в чем дело? Вам здесь не поможет ни друг, ни соратник, ни священник. Это все равно произойдет в вас глубоко. Это в каждом человеке происходит, когда он приходит к такому выводу в своей жизни. Я лично пришел. Существует вопрос, а пойдут ли православные священники на это мероприятие, будут ли они смотреть эти фильмы? Наши омские батюшки пойдут. Я буду один из первых. Более того, я добавлю. У меня всегда очень интересный фильм, потому что «Батюшки» обычно... Вот фильм «Остров» — это был закрытый показ, закрытый просмотр, когда пришли батюшки, посмотрели в 2006 году и одобрили. Ольга, добавляю, что в каждом жюри 21-го, Международного кинофорума «Золотой вид» в каждом жюри, а их будет 6 жюри, будет обязательно одно духовное лицо от Омской епархии. Потому что каждый член жюри, когда увидит, что рядом есть батюшка, он понимает простую истину, что все надо мерить мерой Христа. Это такой простой ключ к открытию того, что они видят на экране. Мерой Христа все мерить. Или батюшка вот просто как напоминание. Да, что надо мерить одной мерой – мерой Христа. Я вижу много зла. Я вот сегодня был целый день дежурный по храму, и пришло там около 25 детей из детских домов. Вот они у меня все исповедовались, кто-то вообще не мог говорить. Сердце мое кровью обливалось, когда я увидел этих больных детей. Я просто духовно, скажем так, сердечно плакал. И так вот ко мне, как священник, вот мой небольшой ему личный духовный опыт, приходят ко мне больные люди через одного. Мужчины, женщины, мальчики, девочки, юноши, девушки. Понимаете, вопиет человеческое сердце. Больные физически? Духовно больные. Вы духовно все нездоровы, вы найдете здорового человека. Сейчас идет духовная шизофрения, расщепление сознания. Мы напоминаем басни «Крылова лебедь, рак и щука». В разные все стороны. Я много лет назад, когда я еще был в искусстве кинематографа, у меня была беседа, меня пригласили сыграть когда-то в Князь Владимирском соборе роль священнослужителя. Ну, слава Богу, я ее не сыграл. Я поехал за благословением к владыке Иоанну, ныне покойному, митрополиту Ладожскому. И мы беседовали об этом. Он говорит, ой, дорогой мой сынок, сейчас человеческая душа нераздвоенная, нерастроенная, она рассемеренная. Она напоминает некий такой узел. И распутать этот узел способен только Господь. Это очень трудно. Поэтому надо сейчас созидать. Я бы хотел прочитать сейчас стихотворение, такая была поэтесса София Парнок. Ну, я о творчестве ее, с творчеством ее не знаком. Но когда я прочитал стихотворение, оно мне так понравилось. Она очень созидательная, напоминает именно сегодняшнее состояние России. Мы пока сегодня ехали к вам, я с Николаем Петровичем беседовал, вспомнил слова Федора Михайловича Достоевского, когда он выступал перед студентами Санкт-Петербургского университета. Что ни в одном таком народе нет таких глубочайших противоположностей. Глубочайшее падение. У нас были Стеньки Разины и Эмирки Пугачевы. И высочайшая святость. Серафим Саровский, Амросий Обстанский, Сергий Радонинский. Вот эта сермяжная, неуемная, клокочащая лава, такая энергетическая лава нашего народа, а ее постоянно загоняет в некое прокрустово ложе, постоянно собрывает. И только в этом огромнейшем мире православия не вот этого примитивного, сентиментального лобочного, куда иногда загоняет душу нашего народа, а православие всеобъемлющее, многокрасочное, многогранное, скульптурное, многозвучное, где есть и Тарковск вместо и Тарковским, и Ивана Милиным, и Нестерову художнику, и Васнецову, и Рахманину, и Чайковскому, и Мусоргскому. Вот это огромнейший мир православия. Вот там мы помещаемся. И вот она сказала такие чудесные слова. О, Русь, люблю тебя! В любом просторе я, И в каждой зыбкой колее Пусть у Европы есть история, А у России житие. В то время, как в духовном зодчестве Пытает Запад блеск ума, Она в великом одиночестве Идет к Христу в себе сама. Отец Олег, спасибо. Николай Петрович, Вы чувствуете вас в Омск-Катарской епархии? Какие помощники? Конечно, чувствую. От губернатора до батюшки Олега. Да вся Омск-Катарская епархия, наверное, в помощь, да, Отец Олег? Да. Вы сказали, что Вы были дежурным священником. Митрополит Владимир вел ставку дежурных священников в Омск-Катарской епархии. Слава Богу. Спасибо гостям студии. Я искренне Вас благодарю. Я была счастлива видеть Вас, Слышать Вас. И простите меня за какие-то мои неловкости и погрешности. Бог простит. А мы прощаем. Спасибо большое. Спасибо гостям студии. Мы встретимся с Вами через неделю, как обычно, в наше законное время. Всего Вам доброго. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова